Облупившаяся краска и проржавевшие опоры. В районной администрации признали состояние памятного знака города-герои аварийным и решили его демонтировать. Но не тут-то было. Часть местных жителей устроила импровизированный митинг, обвинив рабочих и чиновников в вандализме. На каком основании убирают звезды? На каком основании хотят убрать эту всю конструкцию? На каком основании? Даже я разрешения в глаза не видела, на каком основании они это все рушат. Я считаю, что если вы хотите что-то менять, да, мы за новые какие-то изменения, но предоставьте нам проект, на котором будут эти мраморные памятники, люди пойдут навстречу, люди поймут и действительно будут поддерживать это. А вот дети стараются мыслить рационально. Память надо хранить, но мемориалы должны быть безопасными для окружающих и иметь опрятный вид. Оставлять его в таком виде сейчас тоже нельзя, потому что краска уже осыпалась, потом металл уже поржавел и правда мог упасть. Ну, реконструкцию можно сделать, но это будет дорого, тяжело. Конечно, клумбу будет сделать дешевле. Председатель Левобережной райадминистрации заверил, никакой политической подоплеки демонтаж под собой не несет. Всему виной ветхость, объекту более полувека. Виктор Очеретин предоставил на суд горожан проект обновленного мемориала, который планировали построить на этом месте. Посередине клумба с цветами, а вокруг мраморные тумбы с названиями городов-героев. Но забравшихся такая перспектива не привлекла. Я не буду. Давайте сделаем так. На сегодня вы прекращаете свою деятельность. В наших сердцах они никогда не уйдут. Как бы вы тут не сносили? Да мы ничего не сносим, но при этом, смотрите, вот эта конструкция, она уже сама по себе, ну она уже просто изжила себя. В результате демонтаж остановили. Виктор Очеретин пообещал, что срезанную часть приварят на место, прогнившие металлические опоры заменят и покрасят. А после соберут всех желающих на общественное слушание, чтобы решить, как должен выглядеть новый мемориал. Для того, чтобы понять и все-таки с жителями поработать по этому поводу, мы все-таки соберем жителей, переговорим. И любую удобную какую-то конструкцию, которая будет, или удобный вид, который будет в этом сквере 40-летия Победы, все-таки с ними будет абсолютно решен этот вопрос. Максим Гробовский, Виктор Дедов, информационная программа «Зеркало». Спасибо.